Девушки отдыхают 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 Диман Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Понял. Сейчас. Это что было? Это что? Спокойно. Спокойно. Я, значит, такой за собакой побежал, а мне в тылы просто КамАЗ врезался. Ни хрена себе, бодряк. Опа, а это что за туннели? Погоди, 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 погоди. Где? Где? Я вижу. Ни хрена себе, он просто свалил из одного выстрела. Спокойно. Я эксперт по кабанам. Кладу на раз всех кабанов. А что за проход-то такой интересный? Димка, Димка, давай быстрее, ускоряйся, Димулечка. Димулечка, давай, пожалуйста. А там какая-то тварь посерьезнее влажается. Но это не серьезно, это такие, это маленькие твари. Акустические данные зафиксированы по двум диапазонам. Давай, давай, данные акустические, фиксируй там то, что есть. Найди артефакт. Блин, патроны, сомнедельно, не так уж и бесконечные оказались. Но вроде бы еще есть денежки на покупку артефактов, этих патрончиков. Да ждем, ждем. Тут столько трофеев можно срезать, что просто випец. Потом разживемся, как в миллионеры будем. Ну что там, Дима? Поговорить с главным. Кто из вас главный? Кто из вас главный? Давайте проверим. А, главный он, ребят. Пора выбираться. Хоть к чертовой бабушке, но вы... Странно, почему качок главный, а не умный? Вроде бы, типа, ум всему голова. Поговорить с главным заданием полной замеры. А что мы получили? Секундочку. Мы не получили артефакт, а вот в чем вопрос. В смысле? А что сейчас нужно сделать? Э, ребят. Переговоры. Заболчить артефакт у торговца. Так, Артем. Разознал я кое-что про один артефакт. В общем, где-то на армейских складах находится лагерь бандитов. У них должен быть артефакт. Вроде бы, как... Так что, найдите способ попасть на армейские склады и превратить. Попробую разознать про переход у проводника на базе долга. Слыхал, что он знает, кто про ход. А, все, точно. Я ж понял. Он же мне сказал, что пока... Пока они будут заниматься замерами. Пока они будут всю эту информацию расшифровывать. Мы, типа, должны, скажем так, сразу... Ну, это правильно. То есть, чтобы свои, скажем так, яйца здесь не морозить. Пока ребята будут заниматься поиском артефакта здесь. Потому что они должны справиться. Вроде бы, как зимка нормальная. Там качок тоже сойдет. Мы будем заниматься другими артефактами. Один артефакт находится сейчас у бармена. И еще один артефакт находится у бандосика. Отлично. Так, вроде бы добежали ребят на территории НИИ Агропрома. Честно говоря, я уже задолбался бегать туда-сюда обратно. То есть, блин, где, сука, проводники? То есть, я бы лучше платил таксистам, чем столько бегал. Ну, это просто какой-то пиздец, на самом деле. Нет, кажется мне, ребят, мне кажется, правда. Знаете, просто прохождение на модификации. Всем должны выдавать, собственно говоря, паспорт о том, что вы становитесь мастером спорта по челночному бегу. Потому что это просто жесть какая-то. Туда соточка, обратно соточка. На ускорении, попер. Раз, два, давай. Так, у нас здесь с вами два здания висит. Это у нас узнать переход на территорию армейки. И второе. Про белый камень переговоры. А, это с тем нехорошим человеком? Блин. Этот торговец, он такой, знаете, неприятный парень. Какой-то мутный на вид. Такой стрёмный, типа, я крутой. Блин. Ну ладно, давай договоримся. Я ищу артефакт белый камень. У тебя такого случая нету? Случайно есть. Работу я не предлагаю. А потому, если так нужно, этот артефакт придётся платить. По-другому никак. И сколько ж ты за него хочешь? Шесть штук, и он твой. Тёй, ёп твою мать. Я уж думал, он там будет... Увидимся. Шесть тысяч это копейки. А у нас сорок рублей. Ёп твою мать. Форс-мажор, ребята. У нас сорокет. А как так-то? Получилась-то ситуация? Что за херовое? Сорок рублей. Ё-моё. Как жить? Чё делать? Вообще по нулям всего. Вот это жесть. Слушайте, можешь пойти поработать на этого парня? У нас ещё висит квест у наёмников, который я никак не сдам. Блин. Ёлки-палки. Плюс ещё есть задание у этого парня. Вроде как у нас здесь местный убийца мутантов. Братан, есть какая-нибудь работа? Пять тысяч. Кого? Чё? Кого убить? Всё, просто тыкни пальцем. Болотные мутанты. Всё, где? Куда убить кровососа? Вообще не проблема. Где? Всё, вижу. Выехал. Пять косарей. Ни хрена себе. За такие бабки я готов убивать мутантов просто, не знаю, пачками. Постоянно, бесконечно. Кровососиандры. Я же их там вроде бы убивал, на этом гребаном болоте. Там один такой маленький был. Его звали вроде бы Шмыга. Шмыга-сосущий. И был такой побольше. Его вроде звали Конор. Конор-маг-сосун. Или что-то типа такого. Ну, не важно. Так, ладно. Ну, сейчас тогда уработаем ещё раз их. Заработаем пять тысяч. В принципе, неплохо. Потом расспросим про переход на территорию армейки. Хотя, блин, пока что я туда не хочу вообще. Где, мать твою, артефакты? Чё за херня, ребят? Мне кажется, зона обленилась совсем. Она перестала работать. Она не обновляет свои запасы артефактов в аномалиях. Вообще. То есть, уже прошло трое суток. Вообще нет ни одного артефакта. Зона, мать твою! Ты меня слышишь? Ты чё, мать, охуела, что ли? Ты зажралась? Где артефакты? Давай, это, репродуцируй. Быстро. Репродуктивная функция. Рожай артефакты, ёлки-палки. Чё за херня? Столько соплей, а артефактов ноль. Вот, блин, ну просто проблема. Так, стоп. А может их отсюда видно? Ля-ля, сел, сел. Смотрите, ребят, сидят. Ни хрена себе. Аркадий, 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 работаем. Присели на две ножки. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Пошла жара, ребят. Я всё... Нет, нет, нет. Я многое в жизни понимаю. Многое, правда. Но что это за херня? Там три кровососиандра и... Как бы им похеру. Э, братан! О, попал! А что было до этого? Защитное поле, барьеры или что? Вы дроидики? Он ко мне бежит. Он бежит ко мне, я видел. А, нет, передумал. Бля, я столько патронов слил. Да сдохни ты, алло! Что за херня, ребят? Кровососы на анаболиках. Братан, ну помри, пожалуйста! Ура! Жесть какая-то! Гля, 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 как его корчит-то, а? От боли. Так, Эдвард. Эдвард Азинский. Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Эй, ты чё, пацан? Тихо, 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 тихо. Ой, ещё собачки. Да кто б сомни... Ооо, ни хрена себе. Бригада, вы чё? Я ж Сашка Белый. Свои. Спокойно. На реакции. Собака. Куда, куда они делись? Не вижу, мать твою. В упор просто не вижу. Э, 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 стой, 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 стой. Нихрена себе собаки там прыгают. Ать, тихо, спокойно, спокойно, спокойно. Эти, эти кровососы мои, не трогать. Алло. Бля, в натуре невидимый. Где ты? Чё за херня? Я просто его не вижу, ребят. Увидел. Попал, попал, попал. Хорошо, смачно. Всю башку ему распидорасило. Так, друг, его аккуратно. Аккуратно. Тихо, 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 тихо. Успокойся, я ствол спрятал. Я безопасный, мир. Мирный парень, я мирный, мирный, мирный. Так, работаем вокруг трубы. Вокруг трубы, как учил меня дед. Спокойно. Где его глазюки? Эээ, куда, куда он дал драпу-то? Я здесь, дружище. Иди ко мне. Борьба на ощупь, просто на ощупь. Куда он убегает, ёп твоё, налево? Вот где он? О-хо-хо-хо-хоу! Еээ! Вот это сейчас было просто, ребят, смачно. Жахнул просто на ощупь. Вот в никуда жахнул и попал. Это было круто. Это было очень круто. Так, ребят, трофейчики. Спасибо за ваши гланды, почки, аппендицит и пяточки. Я всё продам. Щупальцы кровососа. Вот интересно, а вот если бы славный дружи обломов вдруг попал бы в ЧЗО и стал бы там поваром, он бы сделал, как вот из кальмара, там, не знаю, сашими, херими, только вот из щупалец кровососа. Мне кажется, было бы очень круто. Так, одного просрали где-то здесь в кустах. А, нет, нашли, братан. Эээ, нет, это не он. Это Йорик. Который здесь давно погиб. Так, а где ещё особи? Подожди, я ж много убивал. Вижу, вижу. Так. Спасибо, спасибо, спасибо. Ну, в принципе, мне этого хватит, потому что бабла вроде бы должно хватать. Шесть тысяч. Я думал, сейчас он там ценник заломит. Скажи, да, блядь, артефакт, вообще белый камень. Вообще белый, просто белее некуда. Белее белого. Стоит, ну, минимум, минимум. Тысяч сто пятьдесят, это я ещё подумаю. Так что давай, иди-ка ты своим, это, лесом, лесом, стороной обходи. А там шесть тысяч у нас всё, то есть такие копеечки. Ещё артефакт такой, за шесть тысяч, который нам очень нужен. Как-то странно. Я рассчитывал на нормальные цены. А это какой-то детский садик. Так, патронов просрали изрядно, но у нас ещё остались, поэтому не страшно. Дроби есть. Грены есть. Да, в принципе, всё есть. Слушайте, а тир работает? Я бы сейчас пострелял. Ага, конечно. Конечно, тир работает. Спасибо, пострелял. Дверь заперта. Ну, бывает. Сейчас бы я бабосик себе-то отбил бы. С моим-то уровнем стрельбы. Я ж просто этот, орёл. Орёль-орелина зрения. Попадаю в яйцо-комару, ребят, с трёх километров. Нет, правда. С винтовки мощно причём. С отылком. Так, дружище. Да, красавчик. Больше работы нету. Блин. Золотая жила кончилась. Я думал, сейчас что-то предложено, типа, убить там собак, или же там, не знаю, кракозябль, химеру там за сто тысяч положить. Я бы всё это сделал. Но, как видите, золотая жилка кончилась. Так, братан, значит, смотри. Здесь, значит, торгуем с тобой, да? Вот это всё. Нихрена себе мясо как ушло. Неплохо. Так, давай. Спасибо, удачи. Получили артефакт. Ох ты ж. А почему он называется белый камень, когда он похож на кусок солнца? Артефакт мало что известно, разве что он используется с ученами для извлечения термальных зон. Артефакт лично защищенный человек от огня. Максимальный есть. Рад защита. Нихрена себе. Рад защита. 750%. Это ж... Вот как это он делает, я просто не понимаю. Мы им обмазываемся, и что? И вот плёнка из этого артефакта не пускает радиацию вообще, или что? 750%. Это очень много. Это большая прям фундаментальная цифра. Так. Привет, брат. Пацаны. Кто из вас... Ааа, балбес. Эй. Тихий говорил же ему. Не ходи в одиночку. А он. Что случилось? Да, вот сталкер один был тихий. И нет тихого. Третий день не могу найти его. Сказали, что дело у него. Аааа. Так. Он мне говорил, что дело плёвое. Максимум на пару часов. Я уже три дня как прошло. Хотелось бы верить, что с ним всё в порядке. Но с каждым днём надежды на это всё меньше и меньше. Да искали мы его вообще растутся, но всё без результатов. Распросили всех на базе. А ни у кого здание не брал. Возможно, он двинул на кордон, а там и остался. Вот хотелось бы поверить. Хм. Я был на кордоне, не видел там такого сталкера. Вот как. Тогда даже лучше не знаю, что ему сказать. Ааа. И куда он только мог отправиться. Слушай. Не уфы ты, по-моему, сейчас с поисками. Знаю, что глупо втягивает тебя в такие вещи. Так. Найти друга по имени Тихий. Ну я постараюсь, но я ещё не за этим. Мне сейчас надо узнать. Вот, вот, вот. На армейку, братан. Знаю, раньше туда можно было попасть через свалку. Но после того, что там происходит, для многих проход на армейку закрыт. Не так давно нашёл ещё одну трапку, но... Что, если не будешь сильно об этом разбалтывать, там... Могу скинуть координаты. Давай. Это вообще было слишком просто. Ребят, ну это было слишком просто. Мне кажется, даже как-то нелегально просто. То есть, человек отдал мне координаты для перехода на армейку. На тайный переход. Просто за то, чтобы я молчал об этом переходе. А не легче было о нём не говорить вообще никому, даже мне. И как бы вообще было бы всё в ажуре. Какой-то глупый парнишка попался на самом деле. То есть, прям глупенький. Ну да ладно, ладно. Теперь мы знаем проход. Можно, в принципе, выдвигаться. На территорию армейских складов. Так, ну что ж. Новый уровень. Узнать о бандитах. Хорошо. Хорошо. Сейчас узнаем. Так, мы прибыли на армейку, ребят. Причём с плохого входа. Со входа бывшей базы наймов. Плюс рядышком находится очень плохая деревня. С кучей тварей. Так, это что такое? Проводник просил осмотреть вертолёт и найти для него карты. А, осмотрю. Нет вопросов. Так, ну что ж. У нас там находятся союзники. Ну, вроде как, нам нейтралы, поэтому... В принципе... Ребят, я свой. Я без оружия. Правда. Вот, смотрите. Я чист. Ничего нету. Я пустой. Эээ, вы куда, вы куда, вы куда? Стой, сталкер. Ты находишься на территории армейских складов. Давай без глупостей. Говори, что здесь забыл. Эээ, я пришёл сюда, чтобы найти базу бандитов, забирать в них кое-что. Мне мой друг-проводник сказал, что вам нужна помощь. Может, мы поможем друг другу? Ну, может, и поможем. Ладно, следуй за мной, я отведу тебя к главному. А уж с ним всё обсудите. Хорошо. Эээ! Урод! Где калаш-то? Ты чё, гнида? Слышишь ты, блядь? Погоди, 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 петушара. Слышишь? Калаш, где Аркадий? Аркадий! Ты забрал моего Аркашу? Сука! За Аркашу и двор, блядь. Стреляю в упор. Ну, готовься, подлюка. Сейчас твои мозги вот там будут на стеночке. Совсем уже херили. Нет, ну это просто было, видели? Он подошёл, причём он Тазинского не забрал, потому что у меня в Тазинском установлена специальная система распознавания рукоятки, то есть если я не беру, лично я не беру этот ствол, то он взрывается в руках. Но он забрал Аркашу! Вот гнида! Я тебя запомнил! Ты меня понял? Так, ты у нас главный? Ни хрена себе! Парень-то серьёзный! Медведев! Ох, Дмитрий... Дмитрий Анатольевич! А-а-а... Вот это, слушайте! Как говорится, держитесь! Приветствую, сталкер! Я отвечаю за порядок со северным периметром. У тебя есть ко мне дельца? Да, есть кое-что. Где тут находится лагерь бандосиков? Мне нужно кое-что у них забрать. В этих краях осталось только два основных лагеря бандитов. Один лагерь находится на северном хуторе, а другой на южном. Именно это место мы скоро будем отбивать. Вот только людей у нас не так много, как хотелось бы. Так что не откажемся от любой помощи. Слыхало, что бандиты там припрятали кучу хабара. Может, там есть то, что ты ищешь? Вообще, ты сходи на нашу базу и поговори с главным. Скажи, что тоже хочешь принять часть тебя в штурме. Я предупрежу тебя, чтобы спустили на базу. Согласен. Хорошо. Нет вопросов у матросов. Так это кто, ребята? Это свобода или что? Кто эти ребята? Братан, ты кто у нас по масти-то будешь? Неизвестно. Это какие-то военные, на самом деле. То есть, кто это такие? Что, в натуре вояки, что ли? А что они здесь делают? Не ясно. Ну ладно, ладно. Так, ну может, сейчас нужно идти на базу? А, ну на базу это хорошо. Нет, в принципе, я мог этот хутор, собственно говоря, в одну рыло защитить. Поэтому не проблема. Прям такая большая. Ну, раз говорят, что нужно помочь именно им, с помощью, скажем так, их войска, мы будем, скажем так, вспомогательным инструментом для атаки, то, в принципе, я не против. Дождяра, блин, задолбал. И капает, и капает, и капает, и капает. Я уже весь промок нахрен, скоро заболею и сдохну. Это будет вообще печально. На полпути померить вот так вот. Не очень героически. Так, ребят, я, короче, забрал с вертолёта, собственно, карты. Ох, нихрена себе, телепорт! Во дела! Забрал, короче, себе карты, ребят, с вертолёта. Поэтому сейчас отдам их, точнее, позже отдам их, собственно, этому проводничку. Там было пару собачек, я поставлял себе меска, чтобы было немножко денег для провизии. Потому что патроны уже поджимают в Тазинском, вообще по нулям всё. Так, дружище, я могу пройти? А, я понял. Просто без вопросов. У военных нет вопросов. У военных есть приказ. Йоу. Интересно, а там остался винторец? Ладно, не буду проверять. С кем нужно поговорить, ребят? Сразу говорите, я просто сразу поговорю. Кстати. А склад открыт? Чего тебе? Этого раньше не было. А, это врач! Врач, а ты не хочешь купить у меня части тела мутантов? Ну, такое себе, да. Спасибо, спасибо, спасибочки. Очень хороший молодой человек, мы подняли себе бабла, ребят. Неплохо. Так, а что у нас здесь? Спальня чья-то. Так, а здесь? А, ну ясно, ясно. Всё вынесли, нахер всё сломали. Ничего нового не положили. Красавцы, просто К красавцы. Конечно, собрать хабар каждый может. А вот насобирать его, блин, единицы только могут. Ну, ты у нас кто? Сержант Алтынник. Да, это военный, ребят. Откуда они здесь? Вообще пока что не ясно, но типа они появились, и это факт. Как бы вот как-то так. Опа. Нихера себе мы ему втюхали. Вот так, ребята, нас поделят просто так деньги. То есть из ничего просто, из воздуха. Чего тебе? Из ниоткудова. Ты кто? Диггер? О! Нихрена себе! Научный костюм военных! Блин, а эта пушка, конечно, мне больше нравится. На самом деле, посмотрите, её статки. Прям хорошая вещь. Это с условием того, что у нас некоторые функции уже прокачаны. Причём их очень много прокачано. А он всё равно смотрится лучше нашего. И, блин, на вид даже классный. Посмотрите. Кармашки. Кармашков много. Блин. Классная вещица. Я бы себе купил. Так, жаканчик, жаканчик. Дробь, 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 дробь. Спасибо, спасибо. Больше дробей. Хорошо. Всё, я готов к форс-мажору, если что. Спасибо, что поторговали, сэр. Было очень приятно. Так, кто здесь главный? Ага, ты. А ты у нас кто? Техник, да? Я так понимаю. Ремонт, модификация дела. Починить ствол. 2000 рублей. Согласен. Починить костюм. 200 рублей. Согласен. Починить тоз. 4 рубля. 4 рубля. Просто вот лучшее оружие в мире, ребят. 4 рубля для бочинки тоза. Да чё было, блядь? Ты шо? Диски, вы чё, совсем охерели, что ли? Ладно, ладно. Я припомню вам это. Дружище, приветствую. Мне сказали, что вы собираетесь штурмовать Южный Хутор. Могу приложить свою помощь. Лишний ствол пригодится. Бандитов в лагере куда больше, чем нас. Но мы будем брать их не количеством, а качеством. Только артефакт, который должен находиться у них, заберу я себе. Не против? Да можешь забирать всё, что там найдёшь. Но главное выбить бандитов с территории армейских складов. В первую очередь с Южного Хутора. И какой у вас план? Штурмовать Хутор будет два отряда. Первый отряд заходит через главный вход. Отвлекать основную массу бандитов. На себя после этого в тыл зайдёт ещё один отряд. Ты в какой отряд хочешь штурмовать или заходить в тыл? Ооо. Но я такой себе на самом деле не особо любитель заходить в тылы. То есть как бы я понимаю, что это европейский стиль атаки. Я поэтому лучше пойду штурмовать. Так, бойцы, блядь, спартанцы, приготовились. Значит, смотрите. Там по ту сторону от этого Персидского залива находится армия Ксеркса. Значит, соберём сейчас стволы, калаши, гранатомёты. И всех в мясо, блядь, в расход. Просто в сисяндру. Всё, собрались, короче. Яйца поджали. Руки в кулак. Волю в кулак. И поехали. Всё. Всё, гол. Let's do this. Отлично. Просто берём хутор. Вообще, без вопросов. Просто заезжаем сейчас к пацанам и берём хутор. Тут нехер сиськи мять. Сразу, сразу. Он ваш. Тупите его, просто мочите, гасите. Вали, петухов. Да, и сразу минус два. Ой-ой-ой, как страшно-то, а. Вы же сказали, их здесь много. О, нихрена себе. О, брат, 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 брат. Бинты, больше бинтов. А, а, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Спокойно. Спокойно, спокойно, спокойно. Живём эпинеприн. Таблетки процетамол. От боли. Анальгин. Всё, помогло. Отлично. Выжили. Мы были прям на грани, ребят. Прямо вот на писюлечке не съели. Вот уже почти умерли. Ты, блядь, иди там своей бабушкой постреляй. Так, спокойно, спокойно. Заткнись, блядь. Стрелок сраный. Так, это наши пацаны. О, сука. Блядь, поцарапал. Спасибо, братан, прикрыл. Пошёл в жопу. Вот там остался. Какой-то хилый парень. Где он? Не вижу. Не вижу, не вижу, не вижу, не вижу. Где он? Так, это уже мёртвый, блядь. Кто остался жив? Да всё, 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 успокойся. Заходим, заходим. Ох, ёп твою мать. Он вышел неудачно. Парня покарали. Нихрена себе он по мне засадил. Дом, дом. Сейчас, подождите. Секундочку. Эдвард Азинский. Хорошо. Найти артефакт. Сейчас найду, не ссыте. Тут пацана прям расколбасила по-жёсткому. Прямо этого распиздючила. Так, спасибо, спасибо. Всего вам хорошего. Сработали как надо. Вы же сказали, что их здесь больше, чем нас. У вас, блядь, на базе было человек, наверное, 10. И ещё на блокпосте было человек 10. Вы чё, вруны? Нихрена себе. У них тупо целые калаши. Блин. Я, конечно, человек не особо, скажем так, нуждающийся в деньгах. Но такие стволы я бы продал. Ну, ей-богу. Можно же ж навариться на этом всём. Так, где они заныкали артефакт? Вот ещё вопрос. Артефекто! Может быть, вот так вот достать, а? Нет? Не канает? А патрончики были? О, хорошо! Патрончики были. Ребят, мне сейчас нужно найти артефекту, поэтому не мешайте. Так, 100% он в туалете. Вот я прям, ребят, как бы чувствую. Нет, нету. К сожалению, нету. Подожди, 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 подожди. Трофеи мои, вы чё? Трофеи не трогать, ребят. Совсем охерели, что ли? Трофеи забирают. Погодите секундочку. О, педашка. Хорошо. Не, не, подожди, 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 подожди. Это кучка моя. Это кучка моя не трогать. Они в обнимочку все-таки лежат сладенько. Так, секундочку. Блядь, всех уже обокрали. Вот нелюди. Так, вот эти значки хорошо стоят. Очень даже неплохо. Артефактик-то где? Ящик закрыт. Ах, ты ж... Ящик закрыт! Вот оно чё! У кого ключ, падлы? Ключ где? Это не ключ. Но тоже очень важно. Чего тебе? Где ключ? Кто у вас здесь был за старшего? Так, это наши пацаны. Тоже были потери. Бывает. Так у кого ключ-то, ё-моё, от сейфа? А, вот он этот пахан, ребят. Самый главный из всех пацанчиков. Ну, по нему сразу видно, ребят. То есть, взгляд убийцы, все дела. То есть, ну, тут как бы сразу понятно, что парень под кайфом был. Дружище, ну, сейчас флешку гони, ключи гони. Спасибо. Что у нас там были во флешечке? Тайнички. Три координаты. Где находится? Не здесь, да? На другой, на другой локации. Ну, ладно. Потом поищем. Так, секундочку. Артефекту. На месте. Оооо! Хорошо! Вот это мы прям открыли. Орех. До сих пор непонятно, почему артефакт называется именно так. Но известно, что назван он был одним сталкером-новичком. Этот артефакт попал ему в руки по большой счастью. В момент сталкер что-то принял, что-то больше 30 градусов и назвал этот артефакт так, как мы привыкли его называть. Свойства артефакта будут полезны тем, кто любит много бегать. Ведь артефакт улучшает выносливость. Спасибо, мне так, в принципе, хватает всего этого. Неплохо подзаправились. Григорий, Артём, есть хорошая новость. Артефакт с мёртвых болот удалось вытащить. Также мои ребята подогнали мне аномальную клетку. В общем, как найдёшь остальные две артефакты, придёшь ко мне. А, всё! Во дела! Я думал, сейчас мы попрёмся. Нет, ребят, я правда, я думал, знаете, как будет? Типа, мы сейчас найдём артефакт один. Потом найдём ещё два, три. Но последний артефакт мы будем искать, сука, всю жизнь. Вот просто, не знаю. Сядем на корабль, потом на самолёт, потом полетим в Тибет, потом из Тибета в космос, на Марс, из Марса в другую вселенную. И там только найдём этот артефакт. Но оказалось всё гораздо проще. То есть, мы нашли здесь два артефакта, а те два пацана нашли там артефакты. За что им огромное спасибо. Так, ну чё-то, да не будем тиски мять. Как бы, руки в ноги, ноги в руки, в коробок, в машину, в такси. И уехали на территорию Тёмной Долины. Так, ребят, ну что ж, короче, прибыли на территорию Тёмной Долинки. Слава богу, нам помог наш проводничок. То есть, довёл нас до сюда прям в миг и практически бесплатно. То есть, поскольку мы отдали ему эти карты, проход на территорию Тёмной Долины стал стоить тысячи рублей. То есть, ну просто, ребят, смешные деньги для нас. Мы, человек, богатый, у нас 10 тысяч, поэтому у нас, в принципе, бабла хватает. Но такие проходики, это, в принципе, не страшно. Так, дружище, ну я как бы всё нашёл. Артефакты со мной, надеюсь, твои, с тобой. Сейчас всё это дело делаем, крафтим, лечим сестру, друга и, как бы, домой бухать. Слушаю тебя. По поводу артефактов. Да-да, всё с тобой. Да, вот все артефакты. Так, давай их сюда. Создание артефактов займёт некоторое время. К счастью, у меня, случайно, есть специальные приборы, с помощью которых получится видеть артефакты. А пока я буду заниматься артефактами, ты сделаешь для меня одну дельце. В конце концов, я тебе очень помог, заодно и время скоротаешь. Ну, базару нет, натуре очень мне помог, поэтому, хорошо, что нужно сделать. В общем, у меня должна быть одна встреча с заказчиком. Видишь ли, заказ дорогой, а денег нету. В общем, к чему я всё это? Я хочу, чтобы ты убил его и забрал груз. Он будет думать, что на сделку приду я, так что ты с этим и разберёшься. Из меня стрелок не кудышный, так что вся надежда на тебя. Нет, в смысле? Просто так загондуешь человека из-за того, что у тебя нет бабла? Нет, правда? Нихрена себе. Что-то, ребят, какой-то подозрительный доктор, блядь. Ты чем там это, слышишь, лечишь? Мазями из конопли или что я не понимаю? Вот это свобода, ребят. Что-то, ребят, мутное на самом деле. Мне это уже не нравится. Доктор, у которого очень ценный дорогой заказ, при котором у него нет бабла, и он просит нас устранить, собственно говоря, заказчика. Нет, нет, не заказчика. Того, кто принёс заказ, курьера. Как-то, ребят, что-то здесь не клеится, на самом деле. Мне это не нравится, а причём очень. Хотя парень вроде бы нам помогает на безвозмездной основе, типа, за просто так. Но как-то всё это не очень бодро смотрится с его стороны. Ладно, сейчас сделаем. Нам, в принципе, убить кого-то, это ж не знаю, что муху жахнуть на стене. Но всё же, как-то неприятно получается. Тайник, бляди. Тайник где? Ёп, вашу душу. А, наверху, ладно. Падлу идти наверх. Поэтому просто пробегаем дальше. А можно как-то через забор пролезть? Так, чтобы не оббегать, нет? Пожалуйста, перепрыгни! Ну, чуть-чуть! Совсем капельку нам не хватило для того, чтобы остановить мировой рекорд по прыжкам через забор. Пипец, просто дали круголя. Кто-нибудь, сделайте там дырочку в заборе, пожалуйста. Так, проверяем своё снаряжение. Фонарик вырубаем нахрен. Всё вроде бы готово. Кого нужно убить? Никого не вижу. Где кто? Люди добрые. Кого гондосить? Э, тут же чисто. Чё, подстава что ли, ребят? Вот теперь запахло прям жареным. Прям так нормально завоняло. Опа! Наемники! Чё? Да, бляха-муха, пришёл на сделку от доктора Тут три найма сразу лютых В хайре херочат, типа, со всех стволов Ну, сука, ладно, блядь, десантируемся Чё, где кто? Это сразу минус И друган твой туда же Остался один жирный засранец, где он? Э, экзик, спокойно, спокойно, спокойно Для тебя у меня есть прям одна вкусная вещица Называется Эдвард Азинский Да-да-да-да, да-да-да-да Какой хороший молодой человек, блядь Отлично Чё, братан, как жизнь, как сам? Нормально всё? Ни хрена себе, ФН-ка ФН-ка, это прям, ребят, это хорошо Так, забираем у него всё, что есть Твоя, рах, ты чё, алкаш, падла Наемники пришли Вот дела Так, о, Велес, батончик Херши, отлично А где третий друг ваш? Брат-акробат, а, всё, вижу Соп, а где дорогая посылка, которая нужна была нам? Чё-то я не понимаю А-а-а, стоп Это не заказчик, это подстава А-а-а, тогда всё, ребят, объясняется Я думал, что, типа, это те самые заказчики, которые должны были нам принести нужный инвентарь Но я чё так подумал, что, ну, наёмники обычно, как бы, кого-то убивают Либо кому-то башку раздирают Как будто засовывают, не знаю, огромный пятиметровый болт в анус Но никак не носятся за, скажем так, вещами и документами Это не совсем по-наёмнически внутри ЧЗО Оказалось, нас подставили Ну, либо не нас подставили, либо, этого, убили курьера И у него, получается, забрали все документы Узнали о сходке и прибыли сюда на место Что тоже, в принципе, интересно Ну, сейчас узнаем Сейчас всё узнаем У докторишки этого местного Ребят, я там парочку наёмников загандошил Если что, как бы, потом уберите их, пожалуйста А то они будут разлагаться Опа Опачки! Пошла жара, ребят Пошла, сука, жара Ну, конечно Да я не сомневался Да кто ж сомневался Доктор, у которого дорогой заказ Или он просит нас убить заказчика Оказывается, там приходят наёмники Ах ты падла, паскуда, говно, сука Доктор, который знал про информацию про документы Внутри лаборатории Х-16, ой, точнее, 18 Конечно, докторишка вонючий Грёбаная Малышева, ага Ты смотри, малахов, сука Ну ладно, ладно, ладно Сейчас тебя припомним, падла Я ж тебя найду, я ж тебя найду, ублюдок Заберу артефакты Тебя просто загандошу Ребят, кто-то был знаком с этим засранцем? Может быть ты? Нет? Ааа, может быть ты? Ты же глава Куда педик пропал? О, медик пропал Вот дела Теперь ещё и Григорий пропал Ох, и не везёт нам же с медиками Надеюсь, что с ними всё в порядке А, так он ещё и не первый медик, который пропадает Да что с медиками в этой зоне, ребят? Какие-то все ебанутые прям Все про всё знают Все мастера в артефактах Все кому-то помогают Ни хрена себе Не медики, а какие-то прям, не знаю Оккультисты вонючие Слышь, бармен Ты вроде бы у входа стоишь прям в базу Может видел, как он убегал Или что-то типа такого Дружище Ни хрена себе Поправить здоровье? Ты меня что, убить хочешь, что ли, хочешь? Спасибо, мне можно как-нибудь без этой терапии? Я видел одним глазком, как он пошёл к восточной паростройке Может, он ещё всё ещё там? И да, если ты, в сказку, собрался, скажешь, чтобы не нашастал в одиночку, где попало М-м-м-м Сейчас я ему скажу, чтобы он не шастал в одиночку, где попало, блять Сейчас вот прям я ему сообщу Ой, пристройка родимая Сейчас мы ему, ребят, сообщим, чтобы он один не шастал Так, фонарик вырубаем, чтобы было всё видно ПНВ-шка Блять, нету ПНВ в Севе Это просто Конструктор-идиот Молодой человек А вы хотите мне немножко объяснить информацией? Потому что вы, мне кажется, что-то прихерели Медик Медик Медик, 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 медик Опа, а это бюрер старый Медик, 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 медик Тайник, сука, где? Где тайник, блять, не видно Медик, 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 медик Ути-ути-ути-ути Кс-кс-кс-кс Где медик? Э, медик Медик Медик, ты где? Мне страшно, медик Тихо Оп, операция Кобра Хорошо Блять, где тайник-то, я твою мать Куда заныкали тайник? Что-то не могу найти тайничок, ребят Это страшно становится мне немножко Ладно, хрен с тайником Где медик? Где я могу пропустить, ребят? Я прошел как бы сразу сюда Что за херня? Э Слышишь? Мед часть, врач Ты где, дружище? Здесь что-то есть? Нет, нет, здесь нихерна Что за дела такие? Куда он, сука, делся? Растворился, что ли, падла? Григорий Ты что тут делаешь? Ты должен был быть на сделке А я как раз таки оттуда, братан Там твоих ребят встретил Но не очень недружелюбные оказались Вот как А я тебя недооценил Надо было прикончить еще тебя в Х-18 Когда еще была такая возможность Ах ты ж, сука, паскуда, говно, пенис, червь Значит, наемники лаборатории тоже твих рук дело? Так, может, ты мне объяснишь, что тут происходит? И зачем ты отправил меня на наемник А, с набой с наемниками? Может быть, и могли Но видишь ли, мне тоже нужен этот артефакт Такое совпадение не находишь? Еще после твоего подхода к лаборатории Я понял, что ты не отпустишься А попадешь на многое, чтобы получить артефакт Вот только он мне нужен куда больше, чем тебе Ни хрена себе! Это ж че это? Он тебе нужен больше, чем мне-то, а? Это правда Ну и ты пойми Мой друг попал под выброс И чудом выжил Но долго ли? Он просто станет ходячим зомби Но с этим артефактом я могу еще им помочь Я знаю, что тебе нужен этот артефакт Чтобы помочь своей сестре Но поверь мне, ты сделаешь все только хуже В каком смысле? Разве осколок не лечит все болезни? Это правда Осколок и правда ли может лечить все болезни? Вот только если один нюанс Артефакт может лечить все болезни, которыми наградила зона Более Тогда использовать его можно лишь один раз После чего он просто превратится в пыль И почему я должен тебе верить после всего этого? Ты и вправду не должен мне доверять Но знаешь, что от твоего выбора зависит жизнь нескольких людей Сука, слушайте А хрен его знает, ребят Как бы вот Нет, я могу убить его чисто из-за того, что он меня подставил Как бы Либо отдать ему артефакт Но вообще он говорит очень правдоподобную вещь Понимаете, если бы артефакты бы лечили все и вся То как бы из-за них уже боролись все государства мира И все медицинские службы А вот от того, что артефакт может лечить болезни зоны То я согласен Блять, вот как бы он вроде и правду говорит на самом деле Вроде бы у него даже помыслы хорошие Но он у нас как бы сестра Не-не-не, ну за сестру и двор Стреляй в упор Ничего не знаю Поэтому иди-ка ты в жопу Так, ребят, загандошил Забрал себе все, что было Собственно говоря, блин Парень очень даже оказался очень тертым Потому что ствол прям жуткий То есть Аэс вал прокачивающий с прицелом Мне прям влетело прям в головень Я тут все захаркал своим мозгами Но Со второго раза вроде бы справился С прыжка в бок там прям красиво сработал Так, что у нас теперь по ситуации Поговорить с другом И выдвигаться на территорию Дома получается, да? Надеюсь, вдруг там уже оклемался вовсю Ну окей, раз ситуация такая То придется сейчас выдвигаться на территорию Кордона Блин, найти еще нужно тихого этого гребаного Или хрен с ним, черт его знает Плюс еще квест на им офисит Вот такая вот ситуация Кстати, артефакт Ребят, очень даже приятный на вид Статы просто пушечные на самом деле Правда, почему-то написано, что он наоборот Здоровье, типа, высасывает Но артефакт легенда Естественным путем И такой артефакт получить невозможно Поэтому для его создания требуется Несколько артефактов Ариях, белоками, аномальная клетка И спектр А артефакт владает удивительными свойствами Ну, свойства реально очень хорошие Правда, почему-то жизни наоборот в минус Ну ладно, сейчас узнаем Вот будет просто кора, ребят И сейчас он реально нас не обманул То есть сейчас мы отдадим его сестре Которая и так слепая, глухая, больная ДЦП-аутистка Так она еще, прикиньте, еще хуже станет То есть ее вообще расплавит Она станет, не знаю, майнкрафтером Вообще будет жесть Просто мрак Так, ну что ж Дом, милый дом Добежали наконец-таки, ребят Спасибо моим артефактам Которые позволяют мне бегать просто бесконечно Сейчас узнаем Прикиньте, сейчас наш там друг сдох просто Это вообще весело Я просто посмеялся Вот это была прозвялска Просто огонь Но он, походу, живой Привет, брат Он, скорее всего, живой Так, а кто из вас, мой друган? Ты, что ли? Федя, пижон Нет, это не он А где наш друган? Слушаю тебя Где наш дружище? Привет, брат Привет, брат Это не ты? О, Саня Э, слышь, Санек, ты что? Сашка Санюля Стой, подожди, братан Куда он ходит, слышите? Я ему тут жизнь спасал А он Слышишь ты? Игнорщик Давай поговорим Привет, Артём С чем пришёл? Привет, ещё раз спасибо За то, что помог сюда добраться Но теперь мне нужно обратно На большую землю Не проводишь старого приятеля? Хм Раз ты так говоришь Значит, ты нашёл, что искал Да, мне ладуется отыскать Артефакты с коллокс-зоны Так что теперь нужно возвращаться Домой к сестре А, ей можно как можно быстрее Вот как Ну что ж, помогу тебе, конечно Правда, с тобой я пойти не смогу У меня самого намечается одно делится Но это уже моё дело Ты зайди к Богдану Он обычное оружие под заказ продаёт Скажи, что от меня Он тебе поможет Ну ладно Спасибо, бывай Богдан Богданчик Мне нужно это На большую землю Дружище Типа Туда-сюда-обратно В один конец Правда Это что, аптечка была? Показалось А, Богдан Богдан Я от Сашки Он сказал, что можешь помочь Покинуть мне зону Хочешь покинуть Столь прекрасные места А зря Скоро как раз Открывается всё Наход на мутантов Будет весело Ну, как-нибудь в другой раз Мне нужно вернуться На большую землю К сестре Ну, раз так надо Так только покинуть зону Обратно пути не будет Так что Подходи Как будешь готов Наверняка Да я готов Точно? Не передумал? Нет? Ээээ Выходим Так Ну вот и закончилось Мое путешествие Сталкер помог мне выбраться Из зоны После чего Я отправился К сестре Мне даже интересно Ребят Стало Вот что с ней стало В конце То есть вот Я помог одному Сталкеру на кордоне И теперь он хороший Снаряга И большая компания Отправился покорять Глубь зоны А, этого мы знали Да, да Помог ему Правда Было дело Было дело Ребят Не буду отрицать этого Аномалия туннели Неизвестные мутанты Отсутствие выбраться Все это Так и осталось загадкой Одни утверждают Что это Проделки зоны Другие доказывают Существование неизвестных Да Разбирался с этим Разбирался Тоже помогал ученым Но мы так и не поняли Что к чему Ученые сказали Что типа им неизвестно Я каждый день жалею Что отправился в зону Что не отдал артефакт Что придумал Все это и затеи Артефакт Не помог моей сестре Более того Она умирала Умирала в муках Она кричала А я ничего не мог сделать Я мог только смотреть И ничего больше Друг Григория Как вскоре стал известным И покричительно сдох Твою мать Не 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 Ребят Это Это Нет я конечно же Предполагал Что так и будет Потому что Я же говорю Если бы были бы Артефакты Которые все лечили Как бы Зоной занялась бы Давно государство всех То есть все государства В мире бы сюда полезли Но эти сюда не лезут Потому что они знают Что зона это локальное То есть существо То есть оно помогает Только внутри себя То есть это такая некая Экосистема Которая работает Только сама собой То есть Скажем так Магия и чудо Работают только на пределах зоны То есть за пределами зоны Маги не существует То есть как бы Это знаете вот Нельзя колдовать мне Хогвартса Блять Как бы и точка Братан Верю Верю Да Согласен Забирай себе артефакт Все хорошо Да Отлично Так Все он смылся Раз уж мы не можем Спасти свою сестру То спасем хотя бы Друга этого парня Потому что он попал Под выброс И здесь наверное Артефакт все таки Может помочь этому парню Излечить его Психологическое состояние Сделать его более здоровым Поднять его Из колен На ноги Блин Я вот думаю Может это Закончить еще квесты С наемниками Там интерактивная концовка То есть она видите Дополняется В зависимости от того Как мы То есть Если мы все квесты сделаем То будет еще красивее Концовка получается То есть сами заставочки Больше информации Поэтому Может быть Заняться наймами А Аж таки руки чешутся Никогда Блин Не смотрел вверх Оказывается Здесь ребята Очень интересная установка Правда Жалко что Графика убитая Мы с вами вернулись На территорию Подземелья Агропрома Где эта гребаная дверь Мать твою Где дверь Подождите Я опять потерял дверь А Все вижу Вижу Выдвигаюсь Тихо Не сдохнуть Куча соплей Так Сейчас Ребят Нужно найти Одного паренька Сука Больно Секундочку О До сих пор лежит Маленький Хороший Мальчик Бедняжечка Спокойно 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 Ай Собака Неприятно Так Тихий Братан Я прибыл За тобой Опять Этот парень Который был Вот там Возле электро Возле аномалии Это и был Тихий Вы представляете Нет Ну кто Сука Знал Так Дружище Секундочку Секундочку Тихий Блядь Да как же больно Вот и как С него теперь Скальп снимать С этого тихого Если он так Валяется посреди Электры Мать твою Тихий Братан Ты что-то вообще Не вот Как-то некрасиво Не по фэншую Умер Так Спокойно Вот Нихрена себе Тут у тихого Набор FNP90 Так ПДА тихого Эх И все же Ученые Были правы Этот препарат Просто нечто Принял его Если сильно Не дергаться То зомби Тебя вообще Не трогают По пути Встретил военного При нем Нашел неплохое Снаряжение Похоже что Помимо зомбиров Тут еще Есть кто-то Нужно Поторопиться Как следует Если не хочу Чтобы это место Стало моей могилой Ну походу Торопился Братишка Не очень-то хорошо Так Флэшка с тайниками Это забрать Так Ну с тихим Вопрос решили Остался вопрос Сейчас С квестами Наемников И все у нас Будет вообще Красиво И в ажуре Так Добежали с принтом Значит Дружище Смотри Ситуация такая Да-да Слышай Плохие новости Короче Тихий Попал под Полтергейста Вот короче Он помер Все-таки Мертв Тихий Как же так Такой сталкер Опытный был Тебе сталкер Спасибо А то мы уже Не знали что и думать У нас с трусом Есть немного денег И артефакт Что возьмешь В качестве награды Да лучше Оставь себе Дружище Я как бы Так Да Ну щедрый Да-да Все Удачки Так Теперь мне нужно Завершить дела с наймами У нас там появился квест На работу на наемников Прибыть нужно на территорию Темной долины Засада Так Дружище Закасать говоришь Поехали в темную долину Быстро Так Прибыль на территорию темной долины Встретиться с наемниками Я уже их вижу Слышу Так Патрончики есть Здесь есть ХПшки на полную Ребята Что у нас за задание такое Мне просто стало интересно Э пацаны А вы где Стоп А где пацаны Где А Ни хрена себе Вот это ребята Ты Так Значит И мы тебя ждали Кисть Ни хрена себе Да Пришел как смог Ладно Забыли В общем военные остановились здесь на пригорке С минуты на минуту должны выдвинуть на кордон Так что устроим сюрприз А что-то у меня требуется Я дам тебе снайперку Ох Ты ж баретка Все Понял Работаю С баретки я готов на все вообще Сейчас будут просто дырки в башках Не переживай Дружище Так Фонарик выключили Баретку ставь Похоже ребята Двинулись минуту на минуту Проверили оружие Быть готов Да готов я готов Кого гасить только Покажи мне Пальцем Пальцем покажи Где ребята Так ребята Сосредоточились Напрягли булочки Размялись Все Я готов Просто покажи мне их Где они Так избавиться от военных Справа А где они Мать твою Не вижу Ааа Пошла жара Ой Хорошо Башка размаз Как так Пошел Хорошо Его аж откидывает Ёпта Как он выжил Бронебойный Ты че блять Терминатор Там же бронебойные патроны Калибр просто как у танка Че за херня Мутанты долбанные Совсем охерели Что с ним не так Ребят он че поломанный что ли Или это наш был Я свой Блять Я походу своего гасил Это что Найм или Я не понимаю А это был походу Свой Да Дружище Прости Правда Не хотел Патрончики Кончились Последняя пятерочка Подожди Секундочку Секундочку Ёптвою мачу Собака напала Ну конечно Блять Тихо Ложись Да что такое происходит Тить Колотить Ребята Мы всех убили или нет Один остался А это здесь у нас Это здесь остался военный Стопа Где он Спокойно 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 Ай гражданские Меня жрут Ребят Прикрываем Прикрываем Фонарик Тихо 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 Где он Промался Еще раз Хорошо От бедра Бля Вот это пукалка Ребят Вот это пукалка Теперь я понимаю Почему так дорого стоило Это самая дорогая Снайперка в игре Блин Братан Ты где Подожди Дружище А где он О Он нейтрален Слава Господу Слава тебе Господи Братан Прости Слышишь Ты где Иди сюда Иди сюда Мой хороший Слышишь Я обоздался Я обознался Значит смотри Вот Забери аптечки Возьми аптечки Дружище На Вот Возьми Да возьми аптечки Идиот Бля Смотрю парень Сидит какой-то в костюме Зелененьком Думаю Блин Точно военные По нему Три патронов В голову высадил Он До сих Дальше садит Типа ему насрать Оказывается Наш парнишка Блин Не ну кто знал Братан Ну только не обижайся Пожалуйста А Пускать военных Я понял Сейчас обыщем Блин Ну Ладно Это бывает Не ну пукалка Просто огонь Прям шахает Ну я не знаю Они выживали То есть Ладно попадание в голову Но чуваку попал в грудак Он выжил Ни один бронежилет В мире Не выдержит Выстрел с барретки Блядь Какой здесь калибр Я уже честно Забыл Три тридцать восемь Ээээ Восемь сантиметров Размер пули Восемь с половиной Это 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 Просто кусок Не знаю Танковый выстрел Вылетает Блядь В голову Вы просто Представьте Эту херню Восемь сантиметров Сука Она слона Прошьет насквозь Блядь Трех слонов подряд Как он выжил Я не знаю Из чего там У них бронежилеты Походу Из соплей Тоже Тхалка Того же самого Либо это Не знаю Костюмы Тони Старка Тоже Как вариант Нашел Вот ящик Тот самый Он самый Ладно Теперь ящик Мы отнесем Знающим людям А ты вот сейчас К лидеру И делаешь Что же дело Сделано Заодно И заберешь Свою долю Хорошо У матросов Нет вопросов Блин Была потеряна Баратка Так и знал Блин Вот если бы нам Конечно бы ее оставили Было бы вообще шикарно Но Как видите Типа В зоне не бывает Таких прямо сказок Так Ну что ж Двигаемся на территорию Кордона Сейчас так По этим главарям Вдруг у них что-то еще Ребята есть интересненькое Как оказалось Наемники на самом деле Очень хорошие ребята То есть видите Убивают Убивают военных Забирают у них заказы Грузы Ну это нормально Так Ну что ж Добежали Отлично Отлично ребят Все было сделано Все было красиво Шикарно На самом деле Мне понравилось Мне Можно еще такой квест Я готов убивать всех С барритки С таких позиций Я готов стреляться Просто вот до упора Это было шикарно А с кем из вас Я ходил просто интересно С тобой что ли Это он Нет там была какая-то кисть Непонятная Чья-то Дружище А мы разобрались С военными Ох Нихрена себе Доходики Вот это ребята Платят Отлично Я там все Вот твоя награда Если будет что еще То сообщу Вот блин Я то рассчитывал На самом деле Ммм На что-то экстраординарное Оказалось Ребят что Нихрена Это было все К сожалению Это все Мы завершили все квесты На территории ЧЗО Модификации Another Zone Mod То есть все что Вообще было в модификации Я все решил Даже квест С убийством мутантов Остались только квесты Сейчас с инструментами Но типа Нет смысла В них вообще никакого Абсолютно Потому что У техника на территории Долго У Азота есть Инструменты все Пошла в жопу Не кричи Заспини Сука Зарежу Блять Иди сюда Хорошо Хорошо Бодро Так Ну в принципе Сейчас можно туда что Одеваться Собираться Наверное сейчас Немножко поспим Не хочу Подожди ребят Отправляться домой Сейчас поспим Поговорим тогда С этим С Богданом Как его там звали И отправляемся На территорию Дома К сеструхе К сожалению Артефакт не при нас Мы его отдали Тому парнишке Потому что мы уже в курсе Что он не лечит Но это логично было Это не нонсенс Прям вот Я об этом начал задумываться Когда он мне об этом сообщил То есть Прям вот Закралась мысль Что вот Ну он не врет Так Ну что ж Дождик прошел На дворе ночь То есть Военные нас не запалят В принципе Можно сейчас выдвигаться Дружище Да Я от Сашки Так что Готов Готов Выходим Что ж У нас теперь вот в этот раз Себя будет сказано Мне просто интересно На самом деле стало Ну вот и закончились Мое путешествие Сталкер помог мне выбраться Из зоны После чего Отправился к сестре Которая К сожалению Теперь влачет Очень жалко существования Я помог одному Сталкеру на кордоне Теперь он с хорошей снарегой Небольшой компанией Отправился Покорять голубь зоны Надеюсь он все таки покорил Это голубь зоны Это глубокое Голубь зоны Вот так вот началась История стрелка Ему просто помог Артемка Трус и балбес Имея при себе Немного средств Продолжили обычную Сталкерскую жизнь Вскоре они стали Более опытными Многое стали обращаться За их помощью Опа Это круто Не зря С них бабла не взял Это прям греет душ Ребята На самом деле То что этим Этим парням Видите помогло Аномалии Туннели Неизвестные мутанты Отсутствие выброса Все это так и осталось Загадкой Одни утверждают Что это проделки зоны А другие доказывают Существование неизвестных Ну здесь я вроде бы Сделал все Но ученые сказали Что нам такое не под силу То есть мы не знаем Что здесь у нас происходит С этим гребанным артефактиком Возможно потраченное Взоне время было и пусто Однако я ничем не жалею Моя сестра жива И лишний раз рисковать я не хотел Я также помог Григорию И вскоре Как стало известно Он своим другом Стали сталкерами Честно по зоне Однако надолго ли Ведь теперь их Разыскивают военные Так ребят Ну что ж Мод пройден Сейчас пойдем Небольшие итоги Как мы это обычно Делаем в конце модификации То есть сразу после Собственно рефинальной серии Я делаю итоги Для того чтобы Своё мнение выразить Пока еще скажем так Остались жаркие И теплые воспоминания И чувства По поводу модификации Моя оценка моду Наверное если брать В пятибалльной шкале Наверное где-то баллов Четыре и три из пяти И баллы эти ребят Я целиком полностью Снял за сюжет То есть как ни странно Ребят Модификация глобальная Сюжетная И снимаю я баллы за сюжет То есть смотрите Какая ситуация С модом Здесь офигенный геймплей Мне очень понравился Он адаптирован Скорее всего В какой-то степени Из мизери То есть куча различных вещичек Хиляемся не сразу Стрелять интересно Хороший оружейный пак То есть оружие чувствуется Все в принципе чувствуется Интересно играть В плане баланса денег Кстати игрок Оказалось по ходу игры Все было очень даже ничего То есть поначалу Оказалось что артефакты Будут бесконечным потоком денег Но оказалось что они Одноразовые В аномалии И что деньги эти Не бесконечные Поэтому нужно было Головой все таки думать Поэтому в плане баланса В плане игры В плане звука Текста Подачи Все было в принципе Очень даже на уровне И самое главное Что блин Здесь были крутые Дополнительные квесты Как казалось То есть на самом деле Очень даже хорошие квестики Я бы такие доп-квесты На самом деле Во все моды сувал бы То есть ну Посудите сами Работа наемников Тоже оказалась Тоже скажем так уникальная То есть вот выстрел С снайперской винтовки Баратки То есть такой уникальный квест Именно засада на военных Мне очень понравилось Там поиски пропавших Различных друзей Там поиски документиков Не знаю там Всякие небольшие ответления Там в квестах Где нужно было найти артефакт Помочь парням сразу Или же отдать артефакт Или же как-то это все Разрулить по-другому Короче говоря Очень много было таких моментов Интересных И доп-квесты Нереально вкатили То есть Я на самом деле вам скажу так Вот я как собственно Один из представителей ЧБГ Чики-брики групп Который общается со всеми блогерами И которые у нас в группе имеются У нас такое мнение бытовало У всех практически Кто играл этот мод Что мы в него играем Ради доп-квестов То есть все люди Которые играли у нас Из ЧБГ в Another Zone мод Они собственно говоря Поражались именно доп-квестами Нежели основным сюжетом Который был по ходу всего мода Ну просто никакущим То есть при всем уважении К разработчику Ты огромный молодец Это было круто Спасибо Но сюжет все-таки Основной нужно еще дорабатывать Потому что он нелогичен Это раз И он слишком Какой-то неинтересный Не затягивающий То есть смотрите Он во-первых нелогичен Причем очень сильно Потому что ты прибываешь в зону Ты новичок вроде как То есть ты прибыл в зону И из вас двоих с другом Опытный сталкер Твой друг Не ты Твой друг И получается что ты новичок И начинаешь сразу Всякие проблемы решать Там по аномалиям Шастать Сразу подбирать себе шмотки Помогать долгу Свободе Наемникам Всем То есть ну опять Типичный герой Спасающий только в этот раз Не мир А свою сестру И своего друга То есть не знаю Написали бы тогда лучше Что мы тоже опытный сталкер Который просто сейчас Находится на территории Большей земли И вот мы опять вернулись в зону Для того чтобы посесть свою сестру Мне кажется было бы Очень более логично То есть в данном случае Тогда окей Тогда бы половина вопросов отпала А так мы новичок И вот как бы вот так Сразу в гущу событий Мы все успеваем Мы молодцы Не особо хорошо Ну и плюс вот Незаинтересованность То есть В некоторых модах Вот прям играешь 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 И хочется узнать что будет дальше 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 Здесь такого не было То есть не было Причем ни разу Модификации Было парочку моментов Когда меня цепанули Вопросы такие мелкие Но опять же Это были допквесты То есть Как ни странно Вот Кто заказал наемникам Убить свободу То есть Кто это сделал Нет я понимаю Что этот медик оказался Подставным С этими наемниками То есть в одной бригаде Но все же Зачем Почему За какие деньги Там эти все Метеусловия То есть Вот эти радары И херары Которые они там ставили То есть Зачем Почему То есть были вопросики По поводу этого Вот этого момента Были вопросы По поводу этого Гребаного артефакта Который создавал Все поля С учеными Но опять же Все эти квесты Были недоделаны То есть Они видите Обрублены То есть Нет концовки В них Ну вроде как Нету То есть Я может ошибаюсь Может быть я что-то Не так сделал Но вроде бы Все квесты Ребят В моде пробил И нету там Ничего Ниакой развязки Это плохо Вот эти моменты Меня цепляли То есть С этим артефактом С аномальной зоной И с наемниками На территории долины То есть Это два момента Которые меня цепанули А что касаемо Основного сюжета То он меня вообще Ребят Не цеплял ни капелькой То есть Я просто знал С самого начала Что нужно найти артефакт Окей Мы бегали Из локации в локацию Оказалось что Артефакт нужно собрать Собрали И вот наверное Единственный интересный момент Во всем сюжете Это вот концовка Да Вот там Меня разработчик Прям вот Ну Не то чтобы в шок Повалок Но прямо сделал Небольшой вау На душе То есть Прям вот То что нету Хэппи-энда По сути в модификации То есть Есть только маленькие Хэппи-эндики То есть Когда ты помогаешь Талкерам У них все хорошо И как бы окей Но с твоей сестрой В любом случае Ужопа происходит То есть Она в любом случае Будет либо умирать Либо влачить Своё жалкое существование Слепой, немой, глухой И так далее То есть Нет хэппи-энда И реально концовка Получилась очень даже Хорошая и бодрая И плюс Она еще и с выбором То есть И причем Не с выбором Банальным То есть Когда ты просто Нажимаешь выбрать Конец игры И все Нет Ты нажимаешь выбрать Потом бежишь на территорию Кордона Там еще Говоришь другом Все дела Все это обсуждаешь И вот после всего Этого проделанного бега И вот этой всей ситуации Ты такой понимаешь Что ты поступил неправильно И тебя прям Гложет переиграть То есть Как бы вот Здесь да Здесь цепанул Но по сути На всей длине сюжета Он получился маленьким Как бы да Но Не цеплял ни разу Ни капельки То есть Ни в одном моменте Меня не заинтересовался Скажем так Судьбой Ни артефакта Ни моего ГГ Ни сестры То есть Ни разик То есть Вот прям вообще Даже момент С нашим другом С этой отравленной водой Был обыгран крайне плохо То есть Нераскрыта ситуация Опять же Почему отравили эту базу Почему все начали работать На Султана Почему он вдруг Так обозлился На собственно эту базу То есть Зачем он сталкеров Нанимал для травли То есть Вот вопросов Просто море Как бы Нет ответов И все эти вопросы Они подоб квестом То есть Вопросов по сюжету У меня просто не имеется Потому что он прямой Сука как дорога Не знаю Коголым Москва То есть Вот правда И Ну вот как-то так Ребят То есть На самом деле Это вот эталонная модификация 2016 года Как мне кажется И я бы Конечно же Таким модом Хотел видеть больше Потому что Вот маленькие Короткие модификации Качественные На маленьком количестве локаций И Ну да только что Доработает сюжетный квест То есть Сюжетную линейку То есть Вот на самом деле Я бы даже стал Те же самые локации Те же самые топ квесты Просто Не знаю Посветовал бы разработчик Может как-то пересмотреть Сюжетную линейку То есть В дальнейшем Если бы делать еще какие-то модификации Потому что Объем Мне полностью устроил То есть По геймплею В данной модификации Даже с топ квестами Наверное часа 4 игры То есть Это хорошо Это прям бодро Этого хватает за глаза Это не на один вечер Потому что Играть 4 часа к ряду Никто не будет 100% Это вот на 2 вечера За глаза хватает На 2-3 даже вечера Даже если Ну как бы не особо Быстро бегать Хватает за глаза этого мода И будет круто Если сюда еще влепить Сюжет хороший То есть Вот такие моды Они мне очень-очень втыкают Потому что Больших Огромных Глобальных Сюжетных линий В сталкерском моддинге Которые Вывозили бы Скажем так на себе Хоть какую-то актуальность И интересность Их по пальцам Вообще перечесть То есть Вот правда Даже такие моды Как Путь в омгле Проседали к концу Модификации сюжета То есть Вот я кроме Упавшей звезды Чист наемника И долины шорохов Ничего даже вспомнить не могу В плане того Чтобы тащила бы до конца игры С своим основным сюжетом Даже пространственная аномалия Падала к концу То есть Из-за своего объема Поэтому Вот такие моды За ними будущее Только немножко Подтянуть качество Основной линии Всем спасибо за просмотр Ставьте лайки Пишите комментарии Всем удачки И пока-пока